В этом окошке никто не ответит. В окошке не ответят, нет. Четырехлетний Сережа Туркин не захотел говорить в окошко камеры, из которого ему никто не отвечает. Куда интереснее ему было изучить принцип работы техники. Когда вопросы о камере иссякли, Сережа принялся изучать микрофон. Быстро сообразив, как он включается, мальчик неожиданно сказал в него, словно джину из волшебной лампы Аладдина, свое первое желание. Когда микрофон тоже наскучил, Сереже стало интересно пообщаться с нами просто так, без техники. Именно в этот момент мальчик озвучил свое второе заветное желание. Так уж получается, что оба желания четырехлетнего ребенка взаимосвязаны. Пока Сережа болеет, он не перестает пить таблетки. В то же время без них мальчику никак нельзя. Но они, увы, не являются главной панацеей от болезни, которая обнаружилась у Сережи три года назад. Ему было шесть месяцев, мы пошли на очередные прививки. Какие-то пошли сыпи у него по рукам, по ногам. Педиатр порекомендовал кровь сдать. Пошли сдали кровь. Анализы не очень хорошие. Полгода врачи не могли установить причину. Результаты анализов были плохие, но что точно они означали, определить не удавалось. Ответ нашли в клинике в Москве. Там в год мальчику поставили сложный, труднопроизносимый на медицинском языке диагноз. Родителям долго объясняли, что же это такое и как лечить сына. У Сережи рак кожи. Лечения как такового нет у этого лейкоза. Сразу пересадка костного мозга нам нужна была. Там же в РДК бы нам ее сделали в этом же году. Два года успешной ремиссии. Раз в полгода плановые поездки в Москву на обследование. И Сережа и его родные были уверены, болезнь удалось победить. Появившийся сыпь на теле мальчика в феврале прошлого года была принята за банальную аллергию. В это время Сережа наконец начал есть продукты, которые раньше были под запретом. Но обследование в Москве показало, что все гораздо серьезней. Оказалось, что это у нас так называемая РТПХ, реакция трансплантант против хозяина. То есть началось осложнение после пересадки костного мозга. Донорские клетки начали защищаться от Сережиного организма. Обычное лечение в таких случаях не помогло. И тех самых таблеток, что так не хочет принимать мальчик, но без которых нельзя, недостаточно. Необходима сложная и дорогостоящая процедура. Мы приняли решение делать такая есть процедура, экстракорпоральный фотоферез. То есть его же кровь как-то там особо обрабатывается, облучается, обратно ему вливается. И постепенно вот эти процедуры должны были нам помочь. Другого лечения уже нет. Это была, так сказать, крайняя уже процедура. После нее уже точно ничего не поможет. В клинике в Москве ее сделать мальчику не могли. Сережу приняли в клинике в Питере на платной основе. Одна процедура стоит порядка 32 тысяч рублей. Первые 10 удалось оплатить благодаря помощи родных и друзей. Результат был виден на лицо. Пораженные участки кожи начали заживать. Но дальше деньги закончились. А с ними закончилось и лечение мальчика. И если денег на последующие процедуры не найти, закончится и шанс на то, что его первые два желания сбудутся. А с ними и последующие. Их у Сережи очень много. Хочется ребенку дать многое. Хочется все ему отдать. Но как бы он не мечтал сходить на речи, скупаться, сходить в зоопарк. Это реально, это возможно сделать. Потому что наша болезнь не настолько сильно запущена. Она вполне реально излечима, если это все будет вовремя финансироваться. Сейчас необходимо собрать средств хотя бы на 6 процедур, которые стоят по плану. Их должны были сделать еще в феврале. Но уже конец марта, а денег по-прежнему нет. И без помощи посторонних семье мальчика не удастся их собрать. Если не поможет народ неравнодушный к чужой беде, то больше, наверное, нам никто не поможет. Если вы хотите оказать свою поддержку трехлетнему Сереже Туркину, сделать это можно, позвонив его маме по телефону 8-987-432-34-19. Ольга Туркина.